Мы готовим что? И мы готовим маленькие-маленькие шоколадочки. Хочу вас немножко, конечно же, сразу, ну как бы не расстроить, но надеюсь, вы никто не расстроились, да, это будут не шоколадки всё-таки, это будет всё-таки глазурь. Но я её делаю для декора капкейков, которые буду делать завтра-послезавтра, но хочу вам показать, как её заливать. Вдруг вы никогда в жизни этого не делали, и здесь вот вы, хоп, нашли моё видео, и такие сразу, боже мой, Патракова звезда, вот мы тебя именно и ждали. Вот этого эфира нам и не хватало. Как же заливать маленький декор для капкейков? Я купила формочку, она у меня силиконовая, да, это вот маленькие такие шоколадушки, они прям тоненькие, они отлично подходят для декора тортов, для декора капкейков, да, для декора чего ещё для декора-то? Открытые тарты такие в виде цифры, цифры, да, торт-цифра, вот для них ещё тоже хорошо подходит. Плюс в чём? Можете сделать быстро, легко, любого цвета. Я бы советовала для декора не заморачиваться с темперированием шоколада и не делать для шоколада. Я бы всё-таки советовала делать их, да, из глазури. Вот, итак, дорогие мои, всех жду в эфире, подключайтесь. Я Патракова Ольга, не буду рассказывать о себе, надо рассказать о себе немножко, да, кондитер. Сейчас буду делать маленькие штуковинки для декора, маленькие шоколадки. Итак, что нам для этого понадобится? Нам понадобится кондитерская глазурь. Рассказать, кстати, о тебе глазурь, может быть, ещё. Может, не рассказывать. Ань, слушай, а закрой дверь, пожалуйста, а то я ору, мне кажется, я на весь офис ору. Кондитерская глазурь, она выглядит как шоколад. То есть, в принципе, это очень похоже на шоколад. В принципе, очень похоже на шоколад. Мне нравится, мне, кстати, шоколадка нравится, да. То есть, в чём разница? Разливают такими же капельками, может быть. Может быть, она, кстати, в плитках бывает такая, кондитерская глазурь. Это как бы типа шоколад, но основной элемент шоколада, какао-масло, заменён на другое масло. И оно немножко разное бывает. То есть, это какие-то искусственные масла, растительные масла, смесь масел, может быть. Потому что в шоколаде самое дорогое какао-масло. И если речь идёт про темперирование, всем привет, всем привет, то мы как раз и говорим с вами о темперировании какао-масла вообще-то в шоколаде. Все, я надеюсь, запутались уже в достаточной степени. Кто что понял, вообще, мне прям даже интересно. Кто что понял, почему глазурь? Чтобы не заморачиваться и чтобы было быстрее. Мне понадобятся, я хочу сделать такие очень яркие капкейки, мне понадобятся термоядерные красители. Вот я взяла неоновый розовый, неоновый фуксия и неоновый такой какой-то... Ну, то есть, вот такие они будут, неоновые. Понятно, что в шоколаде, если вы прям шоколад берёте, он будет немножко желтить всё. Потому что шоколад сам себе желтоватый. Но в глазурь, кстати, будет более-менее. Дальше, про красители. Красители бывают у нас с вами жирорастворимые, водорастворимые. Это водорастворимые, они вообще не особо хорошо растворяются. Поэтому я подготовила ещё один инструмент и называется он всихором. Говорят, блендероли он называется. Что ты нас спрашиваешь, какую-то хероту. Всё, надеюсь, потихонечку мы начали. Подключайтесь, дорогие мои. Сегодня такой делательный эфир. Да? Поделаем. Посмотрите, как это всё делается. Итак, мы берём с вами плиту. Сейчас вы её увидите. Мы берём с вами два маленьких ковшика. Мы берём 25 маленьких. Сейчас я приду, подождите. 25 маленьких всяких ложечек. Силиконовых желательно. Сюда уходит всего, да? Вот на всё это уйдёт 100 грамм. Но я для эфира, чтобы вам показать, сделаю, конечно, чуть-чуть побольше. Раз одного цвета и два второго цвета. Потому что нам нужно ещё пробить блендером. Блендером-то что-то пробьётся непонятно. То есть, я взяла, наверное, грамм. Грамм сколько у нас у меня? Сейчас ещё насыплю. Грамм, наверное, ну, 200, наверное. Вот, да? Топим. И здесь тоже важный момент. Что шоколад, что глазурь не любит перегрева. И поэтому обязательно топим на низкой самой температуре. Вот. И я буду топить, что, обе сразу тогда? Ну, давайте обе сразу. Не люблю обе сразу топить. Особенно в эфире мало ли что испортится. Вот. Это если никто не видит, то как бы не так жалко. А если в эфире, то, конечно, позору, позору на весь мир-то не оберёшься. Что ж делать-то? Вот. Да. И тоже важный момент при растапливании шоколада, что его надо не перегреть. Глазурь тоже надо не перегреть. И тут важно, мы её не отковыриваем с вами, не отковыриваем. А наоборот прижимаем. Такое ощущение к тёплой поверхности, как будто немножко продавливаем вниз. Понятно? Вот он спокойненько топится. Да, кажется, что глазурь, как будто бы не надо следить за температурой. Надо всё равно. Не тешьтесь овизе, и всё равно нужно следить. Вот. Да. Смотрите марки, какие у вас продаются. И глазурь, кстати, она всегда белая. Вот. Она крашеная уже, и она не имеет вот этого желтоватого оттенка. Хотя небольшой, конечно, есть. Но с шоколадом не сравнить. Шоколад вот по сравнению с этой глазурью прям желтого цвета, кажется, как будто бы. Ну вот. Сейчас я вот так руками туда-сюда, туда-сюда делаю. Видно там прям и так, и так, и так. Ну вот. Ещё надо разговаривать в этот момент. Смотреть, чтобы вам всё было там более-менее понятно. Чтобы картинка была ещё. Такой, как заводной апельсин. Прям работаешь, работаешь. Всё делаешь, делаешь. Смотрите, как здорово. Вот. И где-то примерно, когда она уже почти растопилась, то есть остались небольшие такие совсем, совсем небольшие островки, мы выключаем, чтобы не перегреть их. С шоколадом это тоже относится. Лучше потом подогреть ещё, чем оно у нас сгорит, испортится, и мы выбросим. И мы выбросим. Всё, точка. И мы выбросим. Так, растопили. Растопили. Так, здесь почти полностью растопили. Здесь сейчас тоже помну немножко. Тоже почти полностью растопили. То есть мы выключаем, когда процентов на 80 растопилось. Ну вот. Да, я вообще не планировала прям вот это в эфире показывать. Планировала подготовить заранее. И вам уже показать готовое. А потом думаю, блин. Блин, вот такие простые вещи кондитеры обычно игнорируют. И как раз не показывают. В надежде, что вы типа сами всё знаете. Сами всё умеете. А потом и получается, что здесь чуть-чуть не договорил, здесь чуть-чуть не договорил. И вы смотрите эфир и повторить-то не можете. И поэтому лучше посмотрите. Пусть лучше это какая-то элементарная штука. Пусть лучше половина из вас скажет. Потому что по такой вот очку ты хироту показываешь. Пусть лучше так. Даже если это видео поможет там, не знаю, двум человекам, которые никогда в жизни этого не видели. И вдруг поняли что-то для себя. Как эту глазурь заливать. Как её может быть красить. Чем она может быть там отличается. Или как вообще это в принципе делать. Потому что реально это очень элементарный процесс. И я считала, моя миссия выполнена. Всё. И этот человек, если ты вдруг реально смотришь, и тебе было полезно это видео, поставь лайк, поставь колокольчик. И напиши, а мне было полезно. Если не хочешь позориться на весь мир, мне напиши. Мне напиши в личку Патракова. А мне вот было полезно это видео. И я буду сидеть такая, думаю, да. Не зря заливала маленькие шоколадочки. Дальше по поводу того, сколько вешать в граммах красителя. Сколько? Ну, в общем, как бы сколько не жалко, конечно. Но тоже во всём должна быть мера. У нас порошок, и он чуть-чуть блестит. Шоколад, кстати, скорее всего, блестеть не будет. Делаем что? Добавляем чуть-чуть. Размешиваем. Смотрим, что получилось. Помним, что порошок у нас в шоколаде вообще не любит размешиваться. И именно поэтому у меня подготовлен... Ну, я хочу термоядерный цвет. Именно поэтому у меня подготовлен блендер. Потому что блендер хотя бы как-то бодрит нашу массу. И с блендером хотя бы как-то потихонечку оно, я так думаю, что приобретёт нужный нам цвет. Так, ложка номер два пошла в дело. Видно, да, что такое ощущение, как-то не покрасила ничего. Думаешь, и что ты столько красителя набухала? Где вся красота? Вся красота сейчас с блендером у нас с вами появится. Ну вот. Сейчас он чуть-чуть разойдётся. Видно, да? Светлый-светлый цвет. Чё красил, чё не красил, да? И вот вы обычно на этом этапе останавливаетесь. А не надо останавливаться. Не надо. Мы с вами сейчас включаем блендер и смотрим, какой цвет у нас получится, если мы это всё пропюрируем. Ну, условно. Ну вот. Помните, что мы таким блендером не работаем, если работаем с глазурьми, с желатинами. И работаем, если мы с шоколадом ножем. Маленькое количество не берёт у меня блендер. Не берёт. Не залезает даже туда, видите, даже до этого не доходит. Так, чё мне сделать? Перелить в стакан тогда, в маленький? Так, ждите тогда. Ждите, сейчас буду переливать в стакан. Надо стакан ещё найти нужного размера. Первый стакан нужного размера. Неизвестно будет. Поставить. Так, чё, войдёт вот в этот. Сейчас посмотрим. Ну, в этот, ну, типа стакан. Вы не поверите, прям чётенько, чётенько прям зашёл. Так. Куда поставить-то? Сюда тоже поставить. Погнали. Итак, дубль второй. Переливаем. В принципе, цвет-то красивый. Он просто не термоядерный. Хочется термоядерный. Вот. И даже вы мучаетесь, вот сейчас он у вас стынет, схватится или нет. Вы вот за этот переживаете? За, ну, типа какой он голубой, зелёный. Как ни туда, ни сюда, короче. Морской волны. Тиффани, Тиффани. За Тиффани переживаете? Правильно переживаете. Потому что вполне возможно, что он у нас с вами схватится. Но нас это вообще не напрягает, потому что у нас есть плита, и мы снова растопим. Так как глазурь многоразовая. Погнали. Надеюсь, это всё не зря. Но цвет должен появиться. Дорогие друзья, не сказать. Не появляется. Ну что ж, тогда у нас вариант остался только один. Сыпать краски больше. Вариантов тут немного. Ну что, стал, ну как-то стал поярче, конечно. Но не критично. Не так, чтобы прям сильно-сильно. Вот, не сильно-сильно. Так, окей. Видно, да? Вроде как бы стал поярче цвет. Вроде как бы. Вот это вроде как бы, конечно. Так, хорошо. Сыпем ещё. Давай. Сыпем ещё. А зачем я вот тот фуксию тогда сделала? Скажите мне, пожалуйста. Вот зачем я фуксию вообще, соответственно, доставала этот краситель? Непонятно. Можно, кстати, сверху красить. Ну, кстати, да, как вариант. Я сейчас смотрю на это. Я думаю, так можно же сверху было покрасить. Можно. Ну, вот. Ну, вот так получше, да? Красивый цвет получился. Вот. Получше тоже сейчас блендером. Чтоб он разошёлся, чтоб комочков не было. И вот он схватываться начинает, кстати, уже потихонечку. Вот. Если есть микроволновка, у меня просто микроволновки в этом помещении нет. Если есть микроволновка, у вас вообще вот это не напрягает. Схватывается, не схватывается. Поставили на 5 секунд. Дальше делаете. Поставили на 5 секунд. Дальше делаете. Но в нашем конкретном случае уже пора выливать. Итак. Выливать, кстати, достаточно просто. Ну, упаси вас Господь, делать это на мягкой поверхности. Пожалуйста, обязательно перекладываем на любую прочную поверхность. Понятно? Да. Для того, чтобы нам спокойно поднимать, ничего не делалось у нас. Итак. Берём чайную ложку. И ориентировочно у нас 1 полная чайная ложка на шоколадку. Раз. Осторожно, капли. Два. Этих капкейков-то будет полторы калеки. Но искусство требует жертв. Три. Вы мучаетесь сейчас? Переживаете, что у нас не до краёв? Кто переживает сейчас, что не до краёв шоколадки? Переживаете? Сейчас у нас с вами есть ещё процесс постучать. И есть ещё процесс такой. Сейчас быстренько сделаю. Есть ещё такой процесс. Иголочкой, ну, зубочисткой. Проверить, чтобы всё везде было. Итак. Ищем зубочистку. Дальше. Иголочкой прям, ну, то есть зубочисткой. Вращательными движениями, как сайсингом. Да. Доходим до краёв. Ах ты, блин, зараза, схватывается как быстро. Вот. Вот. Да, всё эти схватились уже. Быстрее это надо делать всё-таки. Тут же оно уже такое. Как сказать-то? Маленькое, остывает быстро. Если не получилось, дали засохнуть. Выколупали, да? Выколупали и залили обратно. Понятно? Мне кажется, что у меня стрёмно получилось. Розовый, розовый переделаю. Окей. И делаем всё то же самое со вторым цветом. Вот. Понятно? Для этого взяли, чуть-чуть подогрели. Сейчас надо помыть, поправлю вот эту штуку. Или просто цвет будем добавлять. И то, и то бы хорошо. Окей, давайте. Подогрели. Добавили ещё красителя так хорошо. Потому что этот краситель всё-таки, он становится ярче. Но не принципиально прям ярче, но в тысячу, тысячу миллионов раз. Так вот не делайте, как я. Это не хорошо. Подогрели. Подогрели. Отлично. Дальше пробили блендером. Пойду я блендер помою. Пойдёмте блендер помою. Как вы там смотрите, дорогие мои? Ну, розовый переделаю. Мне не нравится. Не очень мне нравится. Почему? Сразу постучать, сразу делать. Одну отлил, другую сделал. Я пока просто тут бегаю с этими штуками. Вот. В эфире, конечно, не всё удобно делать. Что делать? Должны быть у нас какие-то минусы. Наши, как видите, всё это жизнью. Ну вот. Они всё, знаете, нехорошо и прекрасно. Так, я сейчас где вода подогрели? Холодься. Просто забыла, где я ещё вода. То, что я тут не на глазуре, она с холодного вода ещё не отмылась. Что за горящий? У меня здесь обузители, да, что у меня здесь раковина понятна. Здесь, как показать, да, чехол кончик. Ну, что, как мне сказать, пустыну столом. Вы будете смотреть на вот эту штуку. Вот. На простой стол. И там стоит эта вот миска. Ну, мне интересно же. Так что интересно, как я посуду можно смотреть. На тикток был, кстати. Я записала даже ролик какой-то про промытьё посуды. Что я дома не люблю посуду мыть. А на работе люблю. Потому что на работе огромная раковина. Хорошая прям вода такая. Кипяток-кипяток льётся, если надо. Ну, вот. И это прям всегда такое. Большая радость. Когда можно, знаешь, всего там навалило, там всего там надело. Прям очень круто. Так. Протираем. Вода, она мне нужна. На воду и шоколад плохо реагирует, и глазурь плохо реагирует. Всё на воду плохо реагирует, кроме наших организмов. Вообще-то, я не знаю, меня понесло про здоровье. Надо любить... Что? Что надо любить? Чуть-чуть подогреем, да? Чтоб она пожиже стала. Я бы ещё добавила красителя. Но мне кажется, он уже там... Максимальное его количество, он уже не станет темнее. Мне такое смутное ощущение. Жидкий-жидкий. Берём чистую чашку. Чашку такую же. Сюда перекладываем. Ну, это вот тоже сложности работы с маленьким количеством. Если вы дома делаете, вы там, например, один дизайн какой-то сделали, вы понимаете, что будут ещё заказывать такой дизайн. Конечно, есть смысл сделать таких шоколадок, не знаю, в запас прямо. А что, они не портятся, ничего с ними не происходит. Вот. Да? Нормально же? Нормально. А вот у меня, кстати, если это одноразовая такая акция, то оно... Куда мне вот это, там, миллиард этих? Можно и формочек тогда побольше купить. Ну, купить формочек 10. И делать. Ну, ещё смотрим. Свет стал более яркий, насыщенный какой-нибудь. Нет, не особо. Не особо. Обычно, кстати, становится. Ну, то есть, если что вам интересно, зачем я вот это мучаюсь. Обычно становится более яркий, более насыщенный такой цвет. Но не в этот раз. Так. Дальше. Учитывая весь предыдущий опыт по заливке, это конкретно глазурь быстро застывает. Да? Что мы делаем с вами? Мы сразу же заливаем, сразу же у нас наготове вот эта штучка и сразу же стучим. Показываю, как это выглядит на практике. Взяли, да, блин, ложку, ложку взяли, вылили, сразу же стучим. Понятно, да? Сразу стучим, а вот оно хорошо расходится. Взяли, вылили, сразу же стучим. Теперь понятно, почему нужно твердая поверхность. Мягко вы не постучите. И можно вот у меня чуть-чуть здесь вышло за пределы. Чуть-чуть подработать. Можно здесь вот убрать маленькую штучечку. Следующий взяли. Вот так, сейчас я розовое также переделаю. Показать вам, как переделываю? Интересно вам, как переделывать то, что надо переделывать? Так, извиняюсь, я кашля. Отлично. Да, вот так получается. Раз, стучим. Супер. И каждую стучим. Почему? Потому что слишком быстро схватывается, зараза. Но этот, видите, я шоколад подогревала несколько раз. Я жду, когда оно в уголочке зальется. Я прямо стучу, пока не зальется. Я его подогреваю, потому что он, в принципе, горячее немножко, этот шоколад, чем розовый был. Хвосты, кстати, вот эти, видите, хвосты. Их можно сейчас убрать. А можно уже на готовой шоколадке. Осторожно ножичком просто счистить и все. Это как вам уже хочется. Или сколько, смотря, ну сколько пролилось. Да, можно сейчас убрать. Ничего в этом такого нет. А можно по готовой. Вот, отлично. Так, здесь все прямо меня радует. Ну что, дорогие друзья, разницу видим. На розовый что, голосуй. При вас переделывать? Или за кадром вытащить розовый? Да, все правильно, пишет Наташа. Все элементарно. В этом и в этом и плюс. Если вы работаете с шоколадом, например, то вам надо их вытащить, заново протемперировать и заново получается заливать. То есть тебе процесс темперирования при каждом раскапливании нужно повторять заново. Если же вы работаете с глазурью, а мы работаем с глазурью, най-намей, засохло, достал, заново сделал. Все элементарно. Это как сайсингом. Кто печеньки заливает, знаете, что-то не так сделал, засуши, счисти и все. У тебя даже следов не останется. Анна пишет за сейчас. Так, давайте, кто еще, что, как сейчас переделывать? Сколько срок хранения таких шоколадок? Без конечен. Пока не протухнет. Это что ты понимаешь, что все-таки, во-первых, это у нас с тобой глазурь, во-вторых, это же декор. Сейчас. А если цветная глазурь? Точно так же, только не красишь. Она бывает разноцветная. Я просто не стала брать разноцветные, потому что я хотела такие цвета термоядерные. Разноцветная, она обычно, знаешь, каких-то таких более спокойных цветов. Там не видно вам. Ну вот она каких-то более спокойных цветов. То есть она бывает такая, вот какая-то желтая у меня есть. Он нужен был розовый, вот такой вот. Ну я думала, он будет, конечно, поярче. Ну я его можно еще сверху докрасить, конечно же. Наташа тоже за сейчас. Ну что, два есть. Ольга тоже за сейчас. Показываю. Давайте, поехали. Взяли. Взяли. Аккуратно достаем, чтобы вот эти не повредились. Понятно? Аккуратно прям достаем. Они, в принципе-то, прикольные же. В принципе, прикольные. Аккуратно достаем. Все хорошо у нас. Да, тут все хорошо. Подчищаю. Вот я крошки изнутри сейчас достану, чтобы они таки поровнее все-таки получились. Все. Очень сложная процедура. Не знаю, как вы справитесь самостоятельно. Это вам не просто кухры-мухры. Это серьезный шаг, между прочим. Да. И здесь у нас еще с вами шоколад. Его надо отковырять. Отковыриваем мы его любым острым предметом. Ложкой или в микроволновке подогреваем. Помните, что у меня здесь нет микроволновки. Поэтому мы отговариваем просто твердым предметом. Вот. Ну, просто можно еще раз подогреть и вывести сюда же. Ничего страшного нету такого. Скажите, мне упор нужен. Сейчас я себе эти, знаете, как золотодобытчикам воспринимаю. Или эти есть еще такой еще. Раньше было модно свечи делать. Такие, знаете, свечи отливают, потом ее как-то нарезают вот так вот. Мне кажется, тоже очень похоже. Такое, как бы, немножко. Ну, это вам не видно внутренне. Так смешно там, как-то выривается. Вот. Так, отлично. Ну, думаю, хватит. То есть запас-то нужен же какой-то нужен. Также топим на маленьком огне. Топим, дайте этот позор, весь этот уберу. Размажу красиво. Сейчас у меня такая очень красивая плита разноцветная. Также на самую маленькую скорость растопили. И видно, как они быстро схватываются. То есть, по правде, это прям быстрый-быстрый такой декор. Прям элементарно делать. Хранятся, но год они у вас прохранятся. Давайте там, кто про сроки годности спрашивал. Я что-то нормально не отметила. Год спокойно будут храниться. Прям вообще без всяких вопросов. Спокойно. Не забывайте размазывать по донышку, потому что донышко нагревается. И нам надо, чтобы шоколад вместе с донышком тоже нагревался. Если у вас маленькая скорость, у меня единичка по десятибалльной шкале, наверное. То, в принципе, с ним ничего такого кардинального не должно случиться. С ложкой ещё счищу немножко. Давай, дорогой. Давай, лапонька моя. Растопили. Просто красота. Просто супер. Всё, выключаем. А красить нам уже не надо. Красить у нас уже хорошо. Вот. И повторяем все те же самые действия, которые мы делали в прошлый раз. Повторяем. Для этого шоколада. Также поставили, постучали, поставили, постучали. Ложка. Счистили. Да, чтобы меньше капелек было. Постучали. Вылили. Подождите, у меня волос какой-то здесь. Постучали. Сразу, 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 сразу. Так, 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 так. Отлично. Поставили. Поставили. Вылили. Стучим. Ну, ещё самый такой метод нормальный получился. Со стучанием. Стучим. Красота. Ну, красота же, да? Просто же песня. Смотрите, какие классные, гладкие, красивые. Ну, вот. Главное, что, как я, не торопиться и не делать сразу много. Пожалуйста, я, да, у меня есть такое, я люблю, когда сразу много. Залил все, потом подровнял, ещё что-то. Ну, вот и в данном случае, это нехорошо. Да, что, видите, да? Не счистила ложку, не донышко, не счистила ложка. Вот у нас, поэтому, они немножко течёт здесь всё. Сейчас почищу. Угу. И последнее зальём. Ага. Просто красота. Просто же. Красота, красота. Так, дорогие друзья, всё, мы залили шоколадки. Эти, в принципе, уже практически схватились. Они ещё немножко тёплые, да, чуть-чуть попозже. А вот, что мы делаем дальше с вами сегодня? Да, на этом эфир про шоколадки у нас с вами закончен. Примерно через полчаса, через час. Здесь ВК, а здесь ВК, это прямой эфир. Да, я выйду и буду делать круглые мадленки. Ну, типа мадленки. Вот, потому что также для декора мне понравится, мне понадобятся маленькие круглые такие штучки, да, печёные. Я надеюсь, что это пойдёт новый тренд. Круглые мадленки. Но если не пойдёт, я, конечно, не расстроюсь, как вы понимаете. Рабочая температура 35-36. Сложно мне сказать, слушай, у этой глазури какая рабочая температура. Я не мерила. Смотрим по текучести. Ну вот. Понятно? И потом будем делать мадленки. И завтра, или послезавтра, да, будет продолжение, сборка всего этого. Это будет декор для капкейков. Ну, понятно, что вы этот декор можете использовать, в принципе, хоть для чего. Да. Если вы смотрите меня в записи, во-первых, вам привет из Москвы. Привет. Ютуб. Привет. Ютуб. Привет все остальные соцсети, которые у меня есть. Я безумно рада, что вы смотрите мои эфиры. У вас, значит, это где-то следующее видео. В ту или в ту сторону. Смотрите, что будет по названию. Всё. Люблю. Целую. До сегодня. До завтра. До новых встреч. Всегда ваша Патракова. Субтитры подогнал «Симон»